Пока я закончил, надо помыться и вести бубу. Стричься, короче, очень медленно красится, чувствую, что надо ехать еще за одной банкой, а то и за большой такой банкой. Наверное, я это и сделаю, потому что иначе это никогда не закончится. Хочется добить поскорее все это дело и уже спокойно здесь тусоваться. Вот эта радость, все распилили четко по моему плану. Сейчас это дома просто соберу, конечно, будет немножко колхозно, но у меня есть все запчасти, чтобы сделать пол вполне вменяемым. Сейчас надо будет разобраться, как это засунуть в такси. Может, листы хоть и не огромные, но все-таки большой вопрос, куда их засунуть. У кого машина? Такси, такси, визи, визи. Пластыки, да? Доброе утро, я проснулся в 7 утра, побрился и решил, что сейчас буду красить в последний раз балкон. Судя по всему, я вчера на ночь еще один раз покрасил, судя по всему, это неплохо выглядит уже. Вот сейчас пройдусь последним, наверное, слоем и думаю, этого будет более чем достаточно. Ну и самое классное, что еще должен прийти строитель и на тему этих перил посмотреть, возможно, их скоро спилят. Единственное, что, наверное, осталось какие-то следы и придется опять что-то подкрашивать. Надеюсь, все пройдет легко и просто. В общем, последний раз красим. Последняя чудесная покраска. Вот, мне интересно, она пройдет. Сейчас, конечно, из-за того, что светит солнце, все как будто бы стало, знаете, все слишком хорошо. Как будто бы все прям супер белое. Я в это не очень верю. Мне кажется, мне кто-то врет тут. Мне уже пришлось купить третью банку краски. Хотя, в самом начале, я думал, что мне хватит одной. Как вы поняли, я ошибался. Какое-то, знаете, странное чувство, когда не видишь результата. То есть, я возюклую белым по белым и как будто бы не белым. Да нифига. Не понимаю, как оценивать. Как оценивать то, что я делаю. Как будто бы ничего не происходит. Это вообще всегда неясное чувство. Ты просто возюкаешь или ты красишь. Давно этим не занимался. Знаете, каждый раз, когда я вляпывался в какой-то ремонт такой, я думал, что больше не буду это делать. И в следующий раз найму каких-нибудь людей, которые в этом преуспели, в отличие от меня. Но почему-то этого не делаю. Вот как-то вот так. Пока перила остаются, их обещает на неделю попробовать отпилить, пока они остаются, я постелю свой псевдопол. Чуть-чуть не получилось. Там у меня оказывается угол какой-то выпуклый. Сейчас я его отдолбаю и смогу, похоже, засунуть эту штуку. А так, вы видите, все. Супер белый. Немножко там где-то камушки. Супер белый пол. Неплохо. Очень неплохо. Пол мне обошелся всего в 650 рублей. Хотя сегодня Александр, который смотрел на эти штуки, он говорил, что он может с дачи привезти мне линолеум, на который я пока пожалел денег. Поэтому, может быть, будет линолеум. Хотя мне нравится этот пол тем, что он белый. Мне кажется, это довольно красиво будет. Вот видите, в этом углу есть вот такой выступ. Его надо как-то отдолбать. У меня на самом деле ничего нет. Для этого буду чем-нибудь сейчас пробовать. Молоток бы. Я не помню, есть ли у меня здесь вообще молоток. Да, гигантский кусок убран. Ну и, собственно, вот такой пока балкон. Не идеальный, с щелями. Но, тем не менее, белый пол. Нормальная кирпичная белая стенка. Я, в общем-то, супер доволен. Эту креню берем. Тут вот еще покрасим. И будет вообще шикарный балкон. Ну, я хочу сюда поставить стол. Ради чего я это все делал. Чтобы посмотреть, как здесь может музыкальная студия моя выглядеть. Можете меня поздравить. Студия почти закончена. Пойдем покажу. Тут у меня стоит мой сетапчик. Здесь еще не сделанная ступенька. Да и пол, скорее всего, будет другой. Но мне нравится, что он белый. Весь мой главный сетап. Перелина, которая должна потом исчезнуть. Ну и вот он мой столик. Еще отражатель у меня висит. В общем, вот такая вот штука. Белые стенки, кирпич. Вид из окна. Там все, мне кажется, классно. Вот такая штучка у меня здесь. Мне безумно нравится. Все уже работает. Правда, я уже вижу, что мой пол долго, похоже, не проживет. Вот уже я что-то раздолбал. Ну, в общем, пофиг. Это же балкон, а не что-то сверхъестественное. Вот, так что здесь можно теперь спокойно заниматься музыкой. Супер светло. Не знаю, как видно ли на видео. Супер светло. Рядом небо прекрасное. Добавлю каких-нибудь плюшечек. Вот эта лампа. Сегодня вечером с вами здесь затестируем. Может быть, что-то повешу сюда. И здорово понять, как это смотрится в ту сторону. Поставил, как будто бы мы что-то записываем. И вот здесь происходит вся магия. Мне кажется, что очень даже круто. Можно смело писать музыку теперь. Или просто в окно смотреть. Самое дурацкое, это вот как с этим работать. Я очень надеюсь, что нормально спилится вся эта история. И у меня останется вот этот голый кирпич. И вот эта вот стрёмная фигня. Я вот не знаю, ее надо бы чем-то заделать. Наверное, и все. И покрасить эту стенку. Результат, на который ушла всего неделя. Даже поменьше. Мне кажется, это достойно. Ну, не поменьше. Давайте неделю назовем. Мне кажется, это достойный результат. И действительно, не было ничего. Просто все завалено коробками и мусором. Пыль, грязь. И теперь у меня белая, классная, такая простая, минималистичная студия. Можно и смотреть, и сниматься на фоне стены кирпичной. И очень светло для съемок здесь. И тут можно сниматься на фоне кирпичной стены. И в общем, мне кажется, что классно. И для съемки техники здесь теперь стало супер светло и прикольно. Я думаю, что это прямо хорошая, хорошая была идея. А вы что думаете? Я вам хочу показать свою новую игрушку. Смешную. У меня в поездке не хватало блютусных наушников. Потому что подключение теперь наушников к iPad'у и к телефонам, которые я сейчас снимаю, совершенно разные. У меня блютусные наушники только большие. И это часто неудобно. Потому что где-то ты в пути, и тебе нужно просто иногда что-то сделать физически простое. И я стал смотреть на AirPods 3, который мне нравится, но денег у меня на них нет. И не настолько на самом деле мне они нужны. Потому что наушников у меня тьма. Но конкретно из-за того, что у iPad'а теперь Type-C, это рождает очень много проблем. Потому что ты не можешь проводным способом подключить и к iPhone'у, и к iPad'у одно и то же. Нужны везде переходники. Короче, полная фигня. В итоге я нашел вот такие прикольные наушники. School Candy. Это такой вроде, я даже не знаю, он скейтборд или вейкборд. Какой-то там бренд. Они вот непроницаемые. Прикольного дизайна. Прикольного цвета. Сами наушники супер простые. Но при этом довольно хороший дизайн. Они небольшие. Понятно, что они не супер, наверное, навороченные какие-то. Но, тем не менее, позволяют видеть магнитный кейс. Даже из-за щелка, которая стопроцентно не даст им вывалиться. Что удобно, когда я ношу, например, цепляя к ремню. А мне нравится такое крепление. Ну вот. И то самое прекрасное в них, это что они работают. В принципе, максимально понятно. Вытаскиваешь, вставляешь в ухо. И все работает, как у Airpods. Так что вообще супер круто. Я даже не ожидал, что настолько нормально работает. И эта штука водонепроницаемая стоит, внимание, ваше предположение. Ваше предположение. Полторы тысячи рублей. Блютуз-наушники с таким прикольным дизайном за полторы тысячи рублей. Я в шоке, честно говоря. Я даже просто не понимаю, как это может быть. Единственное, что вы наверняка помните. Я когда продавал Airpods Pro, о чем я последние дни почему-то жалею. Я продавал по той причине, что они были внутриканальные. И у меня тогда случилась какая-то проблема с ухом. Я уже не помню, что конкретно было. Но, в общем, мне пришлось его лечить и закапывать там. Потому что, ну, какое-то раздражение внутри пошло. И я после этого решил, что не буду носить внутриканальные наушники. Но в итоге, почему я все равно беру внутриканальные наушники? По той причине, что, во-первых, нету альтернативы другой. Честно говоря, за такие деньги ничего прикольного я не смог найти. Это единственные наушники с хорошим дизайном, которые мне случайно в рекламе во время обзора Airpods третьих попались. Я решил все-таки попробовать, потому что просто нужны физические наушники. И если бы у меня, наверное, было бы сейчас бесконечное количество денег, я бы купил просто третий Airpods и не парился. Но этот дизайн мне нравится, честно говоря, больше. Даже не в том смысле, что, знаете, этот дизайн какой-то, типа, самый красивый. Нет. Дело в том, что просто сами цвета у меня вызывают гораздо больше эмоций, когда я вижу эту коробочку, чем просто Airpods. Airpods становятся чем-то обыденным очень быстро. Потому что у меня были и первые, и Pro. Да, к ним очень быстро привыкаешь. Они становятся просто с тобой как бы вместе. Каким-то твоим продолжением. А эти наушники, они как какая-то прикольная фишка. Я не знаю, мне нравится. Но видите, как это, блин, просто классно. И с кепкой, и с iPad'ом. И в ушах тоже довольно прикольно выглядят. Хотя, конечно, ну, специфически. Не всем, наверное, так зайдет. И, кстати, на удивление, у них очень даже неплохой звук. Мы вчера вот с моим другом Димой в Омске сравнивали их с наушниками, которые Nothing, вы, наверное, знаете, которые Teenage Engineering делали. Я послушал. Здесь, конечно, слишком много баса, пожалуй. Но в то же время вполне, вполне конкурентоспособны друг с другом в плане звука. Просто вставляешь и пошел. Они довольно сильно глушат звук вокруг. Прямо они как затычки ощущаются. AirPods Pro не так плотно прилегали. Это прикольно. Я вчера ездил так на скейте и вообще не слышал звука поверхности. Вот такие дела. Такие наушники. Полторы тысячи рублей. И еще есть огромное количество разных прикольных расцветок. Кому нужны дешевые беспроводные наушники, я считаю, что это просто, ну, best of the best. Вот такие дела. Самое время собираться. Подготовился. Все работает. Моя нежная музычка. Заказал себе еще магнитную доску сюда на стену. Вернее, не магнитную, а чтобы можно было маркером рисовать. Потому что очень часто нужно какие-то свои задачи записывать. И я вообще в своей голове все теряю. Поэтому решил сюда приделаю. Сегодня последний день, когда можно заказать что-то в Икеа. По-моему, или завтра, последний день. В общем, 15-е число. Это вот все. Финиш. И больше ничего нельзя заказать. Поэтому я решил хотя бы так сделать. Долго думал, знаете, покупать еще доску с крючками. Такую красивую у них есть. Но в итоге забил, потому что там уже нету крючков всяких полезных. Мало чего осталось. Но эта доска мне точно пригодится. Собственно, дней через 10 ее можно будет забрать. Не знаю, почему они так долго собирают заказы. Может быть, их очень много сейчас. Надеюсь, все будет в порядке. Потому что сегодня микрофрик. Опять немного перестал реагировать на переключение пресетов. Но получилось. У меня как бы звуки не переключаются. Понимаете, это довольно критично. Так. Ну и сегодня я буду выступать впервые еще вот с этой педалью. Через нее микрофрик буду прогонять. Так что вот это все надо засунуть с собой и не забыть ни один пролет. Короче, похоже, где-то вот там. Я буду выступать в короче. Собираем. Я буду выступать в короче. КОМ-КОМОЛОЙ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Надо сделать для себя какую-то табличку, где будет написано про YouTube канал, чтобы хоть каким-то образом люди понимали, куда идти. Потому что здесь был совершенно поток разных людей, там родителей с детьми. Я, кстати, вам не показывал Луи подстриженного. Он вообще сейчас классно выглядит. Мне нравится. Покажешься зрителям. Классно то, что у Меги есть такая инициатива, что делать, призывать каких-то музыкантов, не связанные с никами, здорово. Жалко, что это никак финансово не оплачивается. Мне кажется, у Меги есть какие-то небольшие деньги, которые можно было бы хоть немножко заплатить. Мне кажется, это было бы тоже не лишним. Но даже так это, в общем-то, прикольно. Хотя как музыкальный ивент с таким звуком, наверное, слабовато. Хотя потом я узнал, что у них все-таки есть сабвуферы. И сабвуферов не поставили. Но, в принципе, одними сабвуферами не будешь сыт, скажем так. Мне вообще в последнее время нравится играть там, где люди совсем не знают, кто я такой. И они эту музыку слышат в первый раз. Вообще, ну, даже похожую музыку. Мне это нравится. Пускай я таким образом по чуть-чуть сею крупицу какого-то вот своих взглядов на музыку. Балкончик вы мой видели. Надеюсь, вы за меня порадовались. Как только будет обновление того, что там происходит, я уберу решетку и вам обязательно расскажу. Ну, а пока увидимся в следующем влоге. Пока! И не забывайте посмотреть последнее видео. Вышел предыдущий влог, возможно, вы его не видели. Минной джемы, утро с Глебом, вот это вот все. Любая ваша активность будет очень полезна для канала. Пишите вопросы, ставьте комментарии, лайки. Вот это вот все. Это супер полезно для канала. Спасибо вам! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok